Приветствую вас на канале девайс, где я рассказываю об интересном компьютерном железе и периферии. Сегодняшнее видео посвящено 7 мониторам, стоимость которых не превышает 30 тысяч рублей. Я постарался и нашел самые классные модели, переходите по ссылкам в описании, чтобы узнать точные цены. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и следите за новостями девайса. Оставляйте свои комментарии, если вам понравилось это видео или если не понравилось, а я начинаю. В 2020 году Xiaomi наконец громко заявила о себе как о производителе хороших мониторов. И случилось это столь изящно, что не осталось без внимания. Сегодня я хочу вам показать 1 четвертую часть этого заявления, а именно модель Mi Surface Display. 34-дюймовый экран, на мой взгляд, действительно заслуживает внимания. Разрешение ультраширокоформатное Quad HD, то есть 3440 на 1440 пикселей. Цветовой охват шикарный, больше 100% от цветового пространства sRGB. Но все же чуть-чуть не хватает до стандарта DCI-P3, который требуется для полноценного HDR. И наконец тут имеется адаптивная синхронизация вкупе со 144 Гц частоты обновления. И все это удовольствие обойдется меньше, чем в 30 тысяч рублей. Правда, есть у новинки от Xiaomi и несколько хронических болячек, которые, впрочем, присущи многим жидкокристаллическим мониторам. Во-первых, из-за кривизны наблюдается неравномерность подсветки. Это хорошо видно, к примеру, при демонстрации Fade to Black, когда по краям видны более светлые участки, а посередине экрана черным-черно. Во-вторых, у Mi Surface высоко задран баланс белого. При заводской калибровке хватили лишнего, и тут явно видно, что значения выше положенных по стандарту 6500К, а это, соответственно, сказывается на цветопередаче. Но это лечится путем нехитрых манипуляций с настройками. А в общем и целом, новенький монитор чудо как хороший за свои деньги – это однозначно одно из лучших решений. Если мы говорим о мониторах, то без Samsung не обойтись никак. Вот и сейчас я хочу обратить ваше внимание на изогнутый, в угоду современному тренду, экран C32JG50. А это 144 Гц развертки, разрешение широкоформатного Quad HD и вменяемая цена. Дисплей, безусловно, геймерский, и его диагональ в 31,5 дюйма удовлетворит даже самого требовательного любителя видеоигр. Благодаря высокой герцовке достигается без разрыва кадров даже в самых динамичных игровых сценах. Небольшие тормоза у пикселей все же есть, но VA-матрицы всегда этим страдали, и тут на помощь придет фирменная технология Overdrive, которая призвана ускорить время отклика пикселей. Реализованная кривизна экрана обеспечивает эффект погружения в картинку, а заявленная контрастность 3000 к 1 показывает просто нереальные цветовые оттенки черного. Правда, имеются и некоторые присущие изогнутым матрицам недостатки – подтекает подсветка по краям при демонстрации темных сцен. Ну и, конечно, есть проблема с заводской калибровкой, цветовая температура несколько холодна, но все настраивается вручную до приемлемого качества. Отдельно отметим хорошие углы обзора, которые очень близки к характеристикам матрицы IPS. Что характерно, у этого монитора от Samsung очень простой дизайн с тонкими рамками, но и это идет в плюс, ничего не отвлекает от картинки. Правда, регулировать экран по высоте не получится, подставка не позволяет таких маневров. Вот и получается, что новый геймерский монитор может заинтересовать не только целевую аудиторию, но и более широкий круг пользователей, ведь цена на него не превышает 25 тысяч. Извечный соперник Samsung в сегменте мониторов – компания LG. И вот в ответ на появление новых линейок с матрицами VA у соотечественников-конкурентов, корейская компания продемонстрировала игровой монитор с диагональю 31,5 дюйма на матрице IPS. И вот, что мы видим о модели 32QN600. Во-первых, это, конечно, стандартное разрешение для таких крупных экранов – широкоформатный Quad HD. Во-вторых, поддержка технологии адаптивной синхронизации от AMD. И, наконец, частота обновления изображения может подниматься от 48 до 75 Гц. И вот на этом моменте мы начинаем замечать, что LG мыслит немного шире, чем Samsung. Ну или просто использует другие категории, когда создает большие мониторы. 32-дюймовый экран точно найдет себе применение не только в игровом секторе. Плоская поверхность более утилитарна, нежели выгнутая. И, что характерно, в этом мониторе предусмотрен специальный режим Reader Mode, который сводит синеватость картинки к минимуму, позволяя длительное время работать с электронными документами и сберегая пользователю зрение. К слову, цвета тут имеют глубину 8 бит плюс FRC. А это, в свою очередь, дает охват в 99% из пространства sRGB. Ну а прочие характеристики тут ничем не отличаются от других матриц IPS. Вертикальные и горизонтальные углы обзора 178 градусов. А в доказательство широты подхода LG к мониторам скажу про то, чем привлекателен QN600 для любителей видеоигр. Система Dynamic Action Sync дает минимальную входную задержку, обеспечивая игрокам дополнительное время для реакции. А технология Black Stabilizer детализирует темные участки изображения за счет четкого контраста. А это, как ни крути, преимущество для поклонников жанра шутинг. Стоимость универсального монитора LG можно узнать, перейдя по ссылке в описании, а я тем временем перехожу к менее размерным моделям. Asus недавно поразила всех, выпустив первый в мире монитор с экраном, имеющим частоту обновления 280 Гц. Это очень и очень много даже для игрового продукта, да и в другом своем функционале модели серии TUF Gaming с номером VG279QM демонстрирует хорошие рабочие качества, которые, впрочем, не выходят за рамки средних экранов. Для достижения столь высокой герцовки была выбрана матрица IPS, которая относится к так называемым быстрым. Это новое поколение, выпускаемое производителем AUO. Рабочее разрешение экрана у новинки всего лишь Full HD, соответственно, при диагонали в 27 дюймов пиксели здесь будут жирноваты. Плотность точек 82 ppi, однако совершенно очевидно, что для достижения высокой частоты смены кадра именно такие характеристики оптимальны. Что касается цветопередачи, то тут у геймерского монитора все очень даже хорошо. У экрана 16 миллионов 700 тысяч отображаемых цветовых оттенков и 99% охвата пространства sRGB. И это все на обычной светодиодной подсветке без эффекта мерцания. Монитор демонстрирует вполне обычные для IPS-матриц характеристики. Углы обзора равны 178 градусам по вертикали и по горизонтали. Уровень яркости 400 нита, а коэффициент контрастности составляет 1000 к 1. Модель рекордсмен также получил самый простенький сертификат HDR400. Конечно, полноценной поддержки никто не обещает, но два режима, имитирующих высококачественную картинку, производитель зашил в настройке монитора. В общем, Asus серьезно так заявил отличный геймерский монитор и тем самым задрал планку для остальных. Не без оговорок, но для игр он подойдет хорошо. И вот вновь я обращаю внимание на монитор производства LG. В модели UL650 с диагональю 27 дюймов используется не столь быстрая матрица, как в чемпионе по герцовке от Asus. Тут стоит более стандартная IPS-матрица с частотой обновления изображения всего лишь 60 Гц. Но тем не менее, мой взгляд был направлен не на быстроту, а на качество картинки. LG сделали монитор, способный работать в разрешении 4К без особого напряжения. Тут во главу угла поставлена универсальность и качественное отображение. Размер пикселя в этом случае очень мал, и соответственно четкость кадра вызывает восторг. Поклонники консолей будут этим удовлетворены полностью, а вот киберспортсменам привычнее более динамичные матрицы TN с более высокой частотой смены кадра и быстрым временем отклика пикселя. Продолжая разговор о качестве картинки, добавлю, что 27-дюймовый экран LG сертифицирован на веса дисплей HDR400 и продемонстрирует картинку с частичной реализацией метаданных HDR. И вкупе с 99% охвата цветового пространства sRGB это делает монитор интересным вариантом для фотографов и видеомонтажеров. И в завершении добавлю, что эргономичность подставки у UL650 находится на уровне премиальных моделей. Штанга подставки позволяет регулировать высоту расположения дисплея, а также разворачивать экран на 90 градусов. Углы наклона 5 градусов вперед и 15 назад. А теперь посмотрите на почти аналогичную модель 27-дюймового монитора от AOC. Здесь можно увидеть даже такой же поворот на 90 градусов, который переводит экран из альбомной в портретную ориентацию. Но, как обычно, все самое интересное скрывается в деталях. Сравнивая эту IPS-матрицу с дисплеем LG, мы увидим полное совпадение в площади, занимаемой пикселями и в их количестве. Разрешение 4K Ultra HD, углы обзора по 178 градусов со всех сторон. Производитель заявляет об одном миллиарде отображаемых цветов. Но погодите радоваться, это вовсе не означает, что матрица у модели U2790PQU 10-битная. Тут используют 8-бит и добавляют FRC, поэтому пользователи получат всего 80% охвата пространства Adobe RGB. Для работы с графикой хватит, но профессионалам будет не особо интересно. Монитор с 60 Гц частоты обновления кадра – это, скорее всего, офисный или домашний вариант. Это очень эргономичная модель с интересным набором разъемов. Крепление экрана к стойке по стандарту веса. Положение дисплея регулируется по высоте, ход 13 см. Угол поворота по 45 градусов вправо и влево. Про изменение ориентации я уже говорил, наклон 5 градусов вперед и 20 назад. Помимо стандартных уже HDMI-выходов имеется DisplayPort версии 1.2. Кроме того, монитор может выполнять функцию USB-концентратора благодаря порту USB Type-B и двум USB 3.0. Причем один из них может проводить ток повышенной силы, а значит зарядить какое-нибудь внешнее устройство через монитор AOC проблемы не составит. И, наконец, мы подобрались к концу топа 7 мониторов, стоимость которых не превышает 30 тысяч рублей. Здесь я хочу вам показать почти идеальный геймерский дисплей, который покорил уже немало взыскательных критиков. Это изогнутый 27-дюймовый дисплей с частотой обновления картинки 165 Гц от известного бренда MSI, который известен тем, что предлагает отличную периферию и комплектующие для любителей компьютерных игр. Рассматривая монитор Optics Mac, удивляешься и оптимальному набору характеристик и отменной эргономики. Мало того, что экран благородно изогнут по окружности с радиусом полтора метра, так еще и с трех сторон тонюсенькая миллиметровая рамка. Это создает эффект почти полного погружения в изображение, что определенно нравится геймерам. Но фреймлист далеко не единственное достоинство 272CQR. Этому монитору очень недалеко до полноценного HDR10, и это хорошо заметно, если посмотреть на цветовые пространства, которые охватывают пиксели. 129% от sRGB и 89% от RGB говорят нам о том, что тут есть 10 бит, пусть и по схеме 8 плюс 2 FRC. И удивительно, но с завода монитор откалиброван отлично, баланс белого очень близок к каталонному значению 6500K. С учетом заявленной контрастности 3000 к 1 монитор MSI подойдет для любительской обработки изображений. Начинающим фотографам и видеомонтажерам тоже стоит присмотреться к этой модели. Положение экрана регулируется по высоте с ходом 130 миллиметров. Наклон 5 градусов вперед и 20 назад. Отдельное спасибо инженерам за держатель для наушников. Нажимаете и подпружиненный крючок выдвигается слева от экрана. В общем, MSI продемонстрировала удивительную гибкость и прозорливость, когда наделила геймерскую модель монитора еще и потенциалом для использования в графическом дизайне. А на этом я заканчиваю рассказ. Переходите по ссылкам в описании, чтобы узнать точные цены на эти достойные мониторы. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и следите за новостями девайса. Оставляйте свои комментарии, если вам понравилось это видео или если не понравилось.